Друзья, всем привет! Сегодняшний наш герой Чемпион России по вейкборду Баскетболист И просто многосторонняя личность Слава Бураков! Ну слушай, первое, что я хочу сказать Это я давно хотел с тобой Познакомиться поближе, провести какое-то время с тобой Да, день? Потому что ты активный такой, молодой человек Скажи, пожалуйста, как ты добрался-то вообще До Москвы? В Питере я сел на машину Я езжу на машине за рулем Закинул вейкборд в машину Приехал на вокзал Сел в поезд Здесь вылез из поезда И вот я здесь Это некий квест Любая поездка, до любой день ты встаешь с утра У тебя целый квест впереди, который тебе предстоит Встать, приготовить еду Поехать, добраться до тренировки Не знаю, с тренировки Если воспринимать это всю свою жизнь Как некий квест Это будет достаточно весело И легко все это преодолевать Два года ровно сейчас будет Как я просто взял и переехал в Питер жить Жил в Ярославле до этого В определенный момент что-то мне там стало тесно Я решил, что мне пора поехать куда-нибудь Я решил, что поеду я в Питер Но были еще там какие-то такие более-менее по работе Вектора, которые меня все-таки привели в Питер Был проект спортивный, который был в Питере А что за проект? Проект «Спортнарод» Это онлайн проект Руслав, расскажи немножко о доске, о ее специфике Почему она в принципе такая? Да, почему? На самом деле, да Сама доска сама обыкновенная Самый обыкновенный вейкборд Да, где самое интересное Это вот эта наша конструкция Которая, вот эта конструкция Сидения и сама конструкция Которая крепится к доске Это французская Французские фирмы Тизер Они профессионально занимаются Она очень дорогая И, ну, конечно, недоступна Вот у нас она оказалась, скажем так Благодаря очень хорошим людям Мы сейчас сделали Такое же в точности кресло Ну, не в точности Мы разработали свое Свою конструкцию Со своими креплениями Со своими настройками И у нас еще есть там амортизатор Чтобы при падениях При ударах об воду Он амортизировал И смягчал нагрузку, конечно, на позвоночник Конечно же, намного дешевле наш аналог Намного дешевле То есть это в разы прямо Абсолютно доступен То есть практически любой человек Может его купить И начать заниматься Ты сейчас покажешь, как на нем надо гонять Я тоже бы хотел попробовать Давай попробуем Да, хоть раз попробовать Ну, что нужно делать для того, чтобы встать Или как правильно сказать Сесть? Чтобы попробовать Надо сначала попробовать Самое сложное Это выйти из воды Вот когда ты в воде Тебя вытягивают Самое сложное Не завалиться на бок Все, это самое основное Если ты выйдешь из воды Ты поедешь Все, я думаю У тебя получится достаточно быстро Хлоп, ну что Покажешь, как умеешь сделать это ты А потом Уже попробуем со мной Сначала я, потом ты Конечно, должен быть мастер-класс Окей Так, можешь тебе как-то помочь, нет? Не-не-не-не Финансово, конечно У тебя уже наверняка Очень много уже передовых мест Есть? Ну, самое главное Чемпионство России, да Чемпион России Чемпион России Все, погнали 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 Для тебя будет первая Первоочередная выдача Это вставать в воду Я что делаю? Я лежу ровно Раскладываюсь Нос Доски Должен быть Вверху Ага Все, руки у тебя должны быть Ну, первое Сначала так И поехали Ровно должно быть Для меня это очень интересно Потому что Очень Разные виды спорта Я сам пробовал Но вейк для меня Это круто Доска вообще подбирается По росту человека Так же, как и лыжи, например Вот, поэтому Садись, поехали Сначала шлем Шлем Все, уехал Женька красава Сел и поехал Держи, держи Держи, как тебя подтянешь Смотри Все круто, все классно Только держись, пожалуйста, прямо Обе руки прямо Всегда Ты держишь одну разворот Одну так А это моя привычка Отвыше Я вот так катаюсь Оставь Оставь вот прямо Чтоб тебя не разворачивать Ровно говорю Вот Поехали Суть нагрузки в байкборде Она вся очень статична Достаточно Но очень сильная Вот, вот, вот Вот, вот Вот Я восторгую Согласитесь Во-первых, это доступно Согласитесь А этому можно научиться И это стоит тому Это стоит тому Ни для кого не секрет Что основателем водолыжного спорта В нашей стране Был Юрий Алексеевич Гагарин И со словами Поехали Он сумел преодолеть Земное притяжение Поэтому от лица Московской Федерации Водолыжного спорта И От главного спортивного Вуза нашей страны Хотелось бы Вручить вам Памятные медали Приза Юрия Алексеевича Гагарина По водолыжному спорту Ого Это серьезно Благодарю Спасибо Слушай, круто Всегда бы так Один раз на пейк встал И раз медаль И раз медаль Достойность Встал Прям Очень достойно Поехали И поехал Мне 27 лет Было все хорошо Я там Ой, у меня там была девушка Работа Туда-сюда Все прям Постройка я планы Вот сейчас Вот тогда Иначе построил себе Такие планы На какое-то будущее И просто в определенный В один момент Хоп И все твои планы Которые ты настроил Совсем пошли по-другому А что случилось? Как ты? Ты был на чем? На мотоцикле На простом На Ижаке На нашем Русском мотоцикле Просто подвела техника Трезвый Тихо ехал достаточно 40 километров у меня было Если не тише Просто подвела техника Получилось так, что я Мне пришлось мотоцикл завалить Я в кювет Мотоцикл сверху У меня просто перебило Позвоночник И все А ты был в сознании? Нет, я отключился Болевой шок у меня был Я, наверное, мне кажется Минус 40 Я в отключке был Потом, да Я пришел в сознание И уже там Меня нашли ребята Какие мысли Когда ты пришел в сознание Ты понимал, что ты Да Не знаю Не можешь Ничем подвигать Слушай, знаешь, такое Как бы Я достаточно неплохо знаю Анатомию Учился я там В химико-биологическом классе Понимание того, что Случилось что-то очень серьезное Что у меня отказали Ну, прям Мне реально отказало Полз тугловища На тот момент У меня было Прямо вот как будто У меня было ощущение Как будто меня поставили Дом на меня Было реально очень больно Очень больно Осознал он все Что, ну, случилось уже Были какие-то мысли Не знаю Что там жить не хочется Негативные Как ты Негативные, да Мысли Как ты вообще справился с этим Как ты решил Да Плевать Кресли, значит Кресли Я иду дальше Я буду Заниматься спортом И все остальное Не совсем так было Я с собой договорился Наверное, я так сейчас Ну, просто сейчас Пришел к той мысли Что тогда я с собой договорился Это было так Я решил Ну Чувак Вот Все Машины времени нет Назад ты не вернешься Не отмотаешь Смысла убиваться Там И печалиться По этому поводу Как бы Ну, бессмысленно То есть лучше От этого тебе не станет У тебя есть сейчас ситуация В которую ты попал Давай из нее выбираться Давай Это вот Ну, это я прям Реально у меня Какой-то диалог был с собой Сто процентов Я на тот момент Не думал Что вот Я встану все реже В коляске И смогу жить в коляске И буду прекрасно жить в коляске Активно И так далее И так далее Нет Тогда это была Прямо борьба Это было прямо Что я встану на ноги И на этой волне Очень хорошо Я пошел Пошел Реабилитация 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 Но первое Она была очень важна Это было первые 4 года Прямо одной реабилитации Другого в жизни У меня вообще ничего не было По большому счету Самое тяжелое Знаешь в чем Осознать И принять себя таким Какой ты есть И вот перешагнуть Через вот это Очень трудно бросить Реабилитацию Очень трудно Внутри Потому что Это как предательство Ты представляешь 4 года Ты жил этим Шел к этой цели И ты это бросаешь Ты внутри Ты предаешь себя То есть Как ты не будешь Реабилитация Ты слабак Ты сдался Это у тебя внутри происходит Это очень сложно Баскетбол Очень крутой вид спорта С этим я не спорю Потому что я видел Как играют ребята Я видел Как играешь ты С одной стороны Это и страшно И круто Потому что Несешься на этой коляске И влезаешь В друг друга Это контактный Да И больше страшно Что ты этой коляской Повредишь себе Еще сильнее Ноги Ты подбиваешь Переворачиваются Падают И на спину Всяко бывает На площадке Бывает и кровь И ломают Выбивают Пальцы И так далее И так далее Хотелось Куда-то расти Что-то делать С работой плохо Политику Я тогда вообще Ничего еще не понимал Спорт для меня был Некий такой Социальный лифт Через профессиональный спорт Смогу Себя куда-то Вывести А сейчас Работаешь Работаю А где работаешь Если есть секрет Чем занимаешься Детей учу Детей учу Детей учу Ментальной арифметики И скорочтению Быстро считать И быстро читать На самом деле Не быстро считать Это такой Побочный эффект Положительный Это больше Про развитие Мозга Разноплановое Развитие Обоих полушарий И есть спрос Очень большой спрос Очень популярно Сейчас И есть Хорошие результаты Самое главное Человек Который Попал в такую ситуацию Вылез из нее сам Идет вперед Так еще и Обучает детей Я могу тебе только Поаплодировать стоя И сказать Что ты По-настоящему красавчик Спортсмен Ты просто мужичара Спасибо большое Вы все еще считаете Что вам не по силам Переехать в другой город Заняться спортом Или найти Интересную для вас работу Слава Настоящий пример Тому Что возможно все Нужно идти И делать Я прав? Иди и делай Абсолютно Пойду И буду делать Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok